здравствуйте дорогие друзья меня зовут алена васильева и наш канал непослушный язычок к нам поступает очень много вопросов про кубики зайцева и так сейчас я вам расскажу и покажу что же с ними делать кубики зайцева это огромная коробка с разными кубиками эти кубики они из бумаги и внутри у них находится либо железки железные крышечки либо деревяшки сейчас уже эти кубики идут в собранном виде раньше они были в разобранном собирать их надо было самостоятельно но сейчас просто эти кубики я взяла и обклеила их скотчем для того чтобы ребенок их не повредил для того чтобы они не залапались и были красивыми и эстетичными чтобы они прослужили дольше поэтому возьмите скотч и просто их обклейте и так я их обклеила широким скотчем и разделила вы видите здесь у меня находится такие серенькие кубики это железные здесь находятся все звонкие буквы то з и всякие прочие здесь находятся деревянные кубики то есть глухие звуки здесь вот такие всякие разные это золотой кубик он главный здесь находится только главные вот такие гласные буковки с которых начинают работать все логопеды и мы начинаем изучение букв именно вот с этих вот буквочек именно с этого кубика первая игра как развить фономатический слух это на различении звуков ребенок вы ему показываете кубики это кубик железный это кубик деревянный запомнил как они звенят закрывай глазки а теперь отгадай какой кубик поет песенку открывай глазки правильно это железный кубик а теперь послушай какой кубик поет песенку закрывай глазки открывай глазки какой кубик пел песенку правильно это деревянный кубик пел песенку вот именно так вы играете с ребенком в кубике это самая первая самая такая вот игра для того чтобы вы просто развили ему фономатический слух для чего это фономатический слух для того чтобы ребенок смог различать звуки потом ну например моя дочь когда была маленькая она долго говорила слово небе она говорила не через м мебель а говорила небе я думаю ну как же ей объяснить но потом я пошла учиться на логопеда и все поняла ей нужно было вот развивать именно фономатический слух который отличает звуки следующая игра вы делите кубики на железные и деревянные вы видите что они здесь есть большие и маленькие вот маленькие кубики которые мелкие их лучше сразу же пока убрать потому что здесь находятся звуки и отированные их называют вот то есть тю-тю-ти-ти-тя-ти это сложные такие звуки которые состоят вот эти буквы состоят из двух из двух звуков например я он же состоит и звук из двух звуков и а да и получается такая сложная буковка я поэтому вам лучше их убрать пока и начать с больших кубиков и так мы берем большие кубики и строим из них паровозик игра номер 2 паровозик ставим паровозик а и дальше говорите ребенку пожалуйста возьми и найди где живет здесь буковка а он находит и ставит второй вагончик затем третий вагончик с буковкой а если ребенок поставил наоборот ты скажи ой смотри буква а перевернулась давай перевернем ее ножками вниз ребенок так ставит и так у вас получился вот такой паровозик а дальше вы можете взять любого человечка героя любую игрушку которая есть у вас дома мелкую и прочитать этот паровозик и так ребенок берет и поет песенку паровозика асабава вот таким образом сначала вы поете а потом давайте ребенку петь асабава а потом паровозик взял и перевернулся и здесь получились буковки какие везде у ничего страшного что ребенок еще не знает все буквы просто пойти с ними песенки у субову и так дальше вот эта игра если вы вот так будете играть она дает быстрое чтение то есть ребенок понимает что соединять слоги это не сложно и скучно а это можно делать в игре это можно делать разнообразно и быстро что это все очень просто то есть у субову это же легкая песенка а вот такая асабава очень легко соединять в слоге правда и ребенок будет думать что это очень легко и потом это ему легче и дастся точно так же можно построить башню из этих кубиков это следующая игра вы можете строить башню также берете кубика говорить у меня есть кубику пожалуйста построить башенку башню и ребенок строит эту башню а потом ее можете всякую крутить и читать также петь песенки и последняя игра то что я вам хотела рассказать это конечно то что вы составляете слова любые слова например вы задаете ребенку загадку отгадай пожалуйста что мы хотим подарить маме или бабушке и составляете с ним вот так берете его пальчик и пропиваете вместе слоги бусы что мы хотим подарить маме бусы правильно бусы вот таким образом вы составляете абсолютно разные слова и также это может пропивать человечек и обязательно если ребенок прочитает это слово сам вы его похвалите потом вы это закрепите и наградите его какой-нибудь пятеркой это может быть вкусная печенька или конфетка с вами была алена васильева и наш канал непослушный язычок подписывайтесь чтобы не пропустить ничего полезного пока пока субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...